Привет! Сегодняшнее видео о пустых баночках на канале Мурс Мурзович. С вами Екбеш. Да, здравствуйте еще раз. Ой, ну что ж, мне накопилось много, но, конечно, в основном бытовая химия, потому что... Да, Брюс? Здоровается с вами котик. Вот такой вот пакет еще стоит. Здесь я сразу вам покажу. Практически все одно и то же всегда показываю. Это, например, частин, это круто, это домес, это то, что... То, чем я пользуюсь, и, например, вот в последний раз мужа отправила грузович в X-Price, чтобы я там ничего лишнего не напокупала, и купи мне частин 3 в 1, а частин универсал. Я покупаю, я мою им лотки, я мою раковину на кухне, смываю им чай, ну и иногда бывает там туалет, то есть все, но в основном это до месяца. До месяца я тоже мою лоток Брюса. Иногда добавляю ведро для мытья полов, поэтому это для меня очень нужные и важные средства гигиены для уборки квартиры. Так, дальше Крот, тоже покупаем Крот, старое, такое древнее, не знаю, но уже проверенное. Не знаю, что покупать дорогое, когда он тоже прекрасно промывает, пробивает трубы. Так, на сорте бальзам с алоэ вера, этот бальзам мне показался, средств для мытья посуды показался очень жидким. Есть второй, вот такой вот сорте лимон, он был гуще, я не знаю, этот жидкий, этот густой. Вот это классная была, была густая, такая консистенция офигенная. Ну, а вот это, конечно, мне не понравилось, очень-очень-очень это, как ее, жидкая. Вот, чуть-чуть осталось вот такое вот жидкое мыло. Для фреш, мне тут кот кусает, заигрывает. Как видите, она желтая, зато вам видно. Какое оно, такое дешевое обычное мыло, с, кстати, не, ну, в принципе, с каким-то химическим лимонным ароматом. Далее, энергия трав, соль для ванн, от такой вот фирмы. Она дешевая очень, там я покупала, по-моему, я ее убрала либо в фикс-прайсе, либо, не знаю, не помню где, до 40 рублей, ну, до 50, да, то бы ж, может быть, с фикс-прайсом вообще 47 получается, она сейчас 45, вот. Ну, такая тоже странная соль, непонятная. Соль как соль, мне кажется, она дешевенькая. Вот это шампунь, обратите на нее внимание, фитошампунь, написано 100% натуральный, алоэ и мед для тонких волос. То есть я пытаюсь вам найти фирму, подходит ли ежедневного применения, но фирму найти не могу. Ну, вот, видимо, вот так вот. Запомните, посмотрите, это то, что я хочу похвалить, это то, что мне очень понравилось. Мне очень понравился этот шампунь, так что от него волосы очень пышные, объемные. Видите, они пишут, вот то, что они написали, то и есть. Приятный такой аромат, пахнет медом в ванной. Волосы до скрип очищаются. Супер-супер-супер. Я покупала на рынке, по-моему, на рынках магазинчики, косметики, то-се. Где теперь его найти, я не знаю. Там еще были какие-то. Далее у нас вот такой вот шампунь. Да, заканчивается. Это планета органика. Хорошая фирма. Кошерный продукт. 15 минералов, мертвого моря, красные водоросли, органическое масло иорданской оливы. Оливы. Он говорит, что, видите, объем и гладкость тут написано. Офигенный дозатор. Шампунь зеленый. Очень много масел. Но несмотря на то, что очень много масел, девочки, он продает объем. Тоже, тоже вот эти два шампуня офигенные. Вот я мало что выделяю, знаете. И, как правило, я выделяю что-нибудь такое, там, с травами, такую фигню всякую. Вот. Но я понимаю, что некоторым он не понравится. Я просто люблю, когда волосы до скриба чистые. И некоторые скажут, что они непослушные. Но мне это нравится. Мне нравится, что они, например, еще 2-3 дня нежирные. Так как у меня жирная кожа лица и жирные волосы жирнятся очень быстро. И эти шампуни помогают. То есть, можно несколько дней ходить, не мыть голову. И плюс, это продает объем. Классно, так расчесался. И у тебя объем, не знаю. Из десятки этих два шампуня 10. Десятка. Я же говорю, то, что меня удивило, что здесь масла. А в итоге масла, наоборот, должны как бы жирнить волосы. Делать их тонкими. Там давать блеск действительно. Объем и гладкость. Но в итоге этот шампунь тоже дает объем. Лактоцит Femina Fresh. Покупала, покупаю. Это для интимной гигиены. Классная штука. Вот. Это, по-моему, для чувствительной кожи я взяла. Такая, которая прозрачная. Масло репейное для волос. Рексона с алоэ вера закончилась. Как вы знаете, мне очень нравится с алоэ везде, чтобы было. Вы знаете, заканчивается вот такая соль. Света, привет. Ты мне ее присылала. Я ее только открыла. Зато сейчас я вам смогу показать. Вот. Соль морей. Доктор Соль морей, по-моему, называется. Ну вот. Соль для ванн лаванда. Мне так смешно. Просто сидит здесь кот. Он мне кусает за локоть. Локоть, господи. Локоть. Разговариваю. И вот. Он меня дергает, дергает. Думаю, ты дура, что ли, совсем. С кем ты базаришь? Натуральная морская соль с экстрактом лаванды. Оказывает расслабляющее действие. Снимает нервное перенапряжение. Ускоряет регенерацию кожных. Короче, не знаю, пользуюсь. Пользуюсь пока. Ничего сказать не могу. По мне, что та соль, что это одинаково, если честно. Далее. От Эйвен закончился. Такая туалетная водичка закончилась. Здесь, по-моему, 30 мл девочки. Это была цитрусовая там какая-то. Классная, классная, классная. Суперская, суперская, суперская. Кайфовая штука. Маленький такой пузырек. Летом аромат был кайфовый. Рада, что заказала его. И в сумочке удобно очень носить их. Классные. Ткинг такси. Это покупала магнит косметик. И я не помню, это туалетная вода или парфюмированная вода. Я не помню. Это сладкий аромат, нежно-сладкий аромат. От Эйван у нас Beautiful Butterfly закончился. Или как там он там правильно. Очень, конечно, интересные бабочки. Да, вот эти вот. Очень интересный пузырек. Ничего не скажешь. Но аромат такой на любителя. Это не мой аромат. Но я им пробрызгалась тоже вот лето-сентябрь месяц. Но это не моё. Не моё, не моё. То есть я себе уже однозначно его такой не куплю. Показываю. У меня спрашивали, Катя, покажи упаковку гигиенической помады. Брюс, противогерпесная. Вот показываю. Это гигиеническая губная помада от фирмы Рассвет, противогерпетическая. Вот. Состав. Состав есть в интернете. Потому что здесь не на русском написано и не фокусируется. Всё, засветила. Две вот такие помады. Лакалют и Продонтекс. Я стараюсь такие покупать. Да, Брюс? Вот, я стараюсь. Успокойся, а? Ну, шо ж такое? Вот. Галянтича делает. Кусается. Вот, стараюсь такие покупать. Для профилактики. Вот. Так-то, вот так-то. Вот у этой очень такой... Оно написано, что у нас стором для ежедневного использования. Но у неё такой мягкий, на самом деле. Специфический вкус. Нежели чем у этой. Ну, не знаю. Мне это, например, очень нравится. У Продонтекс. Перед Египтом, когда мы... Я красилась вот такой вот краской. Гарниер. Роскошный цвет. Оттенок 712. Жемчужно-пепельный, тёмно-рус. Вы знаете, мне надо будет, наверное, сейчас отрезать. Её выкидывать, когда буду в пустые банки. Это мой цвет. Мне очень понравился. Он больше подходит вот под мой натуральный цвет. Вроде бы как, пока я определила. Так что... Что касается краски. Палет говно полнейшее. Это офигенная краска. У меня, конечно, волосы лезут. Но они лезут... Во-первых, она не сожгла кожу головы. Она не подсушила волосы. Мягкая, очень мягкая краска. Это заметно. В общем, вот так вот. Я всем советую. Хорошая краска. Покупайте. Будьте счастливы. Закончилось такое мыло. Жидкое мыло для рук антибактериальное. Защита от микробов написано. Вот оно такое голубое было. Это я в фикс прайсе. Да, покупала. По-моему, оно у меня стояло. Фирма Русское поле. По-моему, оно у меня стояло. На кухне, если я не ошибаюсь. А, дозатор что-то не достает? А где он вообще? А, вот он. Ясно. Не знаю, что он там защищает. Мыло как мыло. Как видите, оно тоже жиденькое. Я люблю густые мыло. Моя любимка для мытья полов. Это Глорикс. Чистит и дезинфицирует. Без хлора. Для пола. Могу и с хлором. Мне нравится сапохлора. Поэтому я и покупаю частин. Он в сзади стоит. Классная штука этот Глорикс. Тут один литр. Я всегда такой покупаю. Дальше от Фаберлик у меня закончилось. Средства для очистки ванной комнаты. Активная формула. Вот. Значит, какой плюс у этого средства? Она, во-первых, термоядерная. Это да. Но она не пахнет, не воняет. Вот если у меня астма, да, там, то она не пахнет, не воняет, не раздражает. Все равно я, конечно, убегаю оттуда сразу, мгновенно, включаю вытяжку и убегаю, открываю окна на кухне, чтобы это... Это любое средство. Я даже это делаю, когда полы мою. Поэтому. Но, тем не менее, в отличие от Доместеса или там еще каких-то ужасных средств, выглядываю до места. Эта штука вообще не пахнет. Поэтому ее можно посоветовать. Не раздражает, как говорится, рецепторы. Бонятельные. Вот такое мыло, которое я привезла из Египта. Вот. Оно такое, знаете, как мыло-скраб. Вот. Бесполезная вещь какая-то, вы знаете. Даже на 20 минут ели с горем пополам. Оно очищает... Это у меня пыль. Очищает лицо. Вот если мыло ним, то оно действительно кайфово. Подсушивает лицо. И приятно как бы сосуществовать. Жить, да? То есть лицо-то жирное. Вообще, я, конечно, знаю, что нельзя мылом сушить, конечно, кожу лица. Ну, а что поделаешь? Ну, ну, если вот никак вот по-другому. Нет времени. Ты же не можешь по-другому никак. Короче, мне это мыло не понравилось. Херня-хернёй. Честное слово. Я никому его не советую. Мне не нравится. Ну, если только в качестве скраба. Ну, блин, не знаю. Не знаю. Из шампунями закончился... Ой, из порошка Биолан. Яркий цвет. Вот, закончился. Шампунь как шампунь. Ничего. Самое главное у меня, чтобы на одежде шампунь не оставался. Он не оставался. В принципе, стоящий хороший шампунь. Вот такая маска. Это упаковка. В ней там было сколько штук? Не написано. Маска грязевая с прополисом. От прыщей угрей. Не вижу, чтобы... Вот я оставила пакетик. Вот таких пакетиков. Там несколько штук было. По-моему, их много было. Сейчас я посмотрю. 10 пакетиков. 15 миллилитров. Вот. Специально оставила. Но вообще... Меби дела одновременно не в фикс-прайсе были. Но я брала не в фикс-прайсе. А в каком-то там другом магазине. Давно, на самом деле. Уже, может, года полтора назад. Да-да-да. Вот. Ну, так вот, знаете, баловство. Такое баловство. От прыщей мне оно не помогло. Ну, реально, как баловство. Что вот это мыло, что вот это маска. Баловство. Уже не знаю, как по счету маска от Avon Planet Spa. С экстрактом Асайя. Маска для волос. Уже какая по счету закончилась. Но это третья. Пользовалась, что тогда, что сейчас. Не знаю, волосы выпадают у меня. Ну, потому что, в общем-то, понятно, как и репейное масло. Я тоже про него промолчала. Но это... То есть, когда волос все равно выпадает. Поэтому ничего сказать не могу. Делаю просто для увлажнения. Все-таки, чтобы попитать, увлажнить волосы. Только так делаю. Больше ни на что не надеюсь. Как и вот эта штучка от Avon. Бальзам спрей для волос. Абрикосы масла ши. Вот эта вот штука. Которую я попробовала наносить после душа. На волосы влажные. На высушенные волосы. Плюнула на это дело. Здесь вот такой вот дозатор есть. Плюнула на это дело. И стала просто наносить, как вот, типичную маску. Вот там с репейным маслом. Вон с тем вот зеленым там. С крапивой, кстати, та была. И вот как вот маску наносила. Потому что я не люблю, когда волосы после мытья головы грязные. Опять с какой-то херней. Ну вот. Так что вот так. Вот меня эта штука не зацепила. Вот еще одна противогерпесная. Да, я вот собирала, собирала. Вот их две. О, две упаковки. Пожалуйста. Так, гель для душа. От L'Appetite Marcelle. Четок апельсинового дерева. Кайфовый. Это у меня просто они два были. Они, фу, прилеплены были к упаковке. Это не думайте. Это я так отлепляла. Видите, вот клей. Это он один к одному. Клей. Набор очень продавался. Вот. Классный, классный. Белый такой, знаете. Текстура белая. Цветок апельсинового дерева. Гель для душа. Экстра мягкий. Увлажняет и питает. Кайфовый гель. Всем советую. Мне понравился аромат. Офигенски. Суперски. Ну еще я вот такие вот до Месес покупаю. Кубик для сливочного бачка. Да, поднимаю бачок туда. Вот кидаю. Здесь, по-моему, два их было кубика. Один, второй там кидаю. То есть один закончится, другой кинула. Но их надолго не хватает. Они очень быстро смываются. Лучше покупать вот такую штуку. Я убедилась в этом. Буду стараться больше не покупать. Но если только вот опять же пойду покупать. Искать такую не найду. То, конечно, опять куплю. Ну, она уступает. Она быстро смывается. Не экономно. Вот. В итоге у меня аж в пустых банках вот таких два крота лежит. Волосы. Волосы Брюса. Мои волосы. Волосы Макс. В основном Брюса и мои. Приходится использовать. Потому что забиваются трубы. От Avon Clear Skin. Это тоник. Который у меня тоже уже был. Этот мне подарили. Присылали посылкой. Девочка на YouTube присылала мне посылкой. Вяжу щитоник для глубокой очистки. Пор с охлаждающим эффектом. Ну, тоже, можно сказать, вот это тоже вылила. На себя. Ничего особенного я в нем не... По-моему, там есть салициловая кислота. Но мне салицилка вообще не помогает. Ничего особенного я не заметила. Тоже мне не понравился. Не знаю. Я вообще не очень тоненький люблю, если скажу честно. И от Avon вот такой вот гель для душа. У нас закончился. Это с ароматом цветка лотоса и рисового молочка. Понравился. Нежный, приятный вкус. Такой аромат. Развеивает цвет. Видите, он был нежно-розовый, такой прозрачненький. Ну, в общем, это как баночка. Как вот эта помада, в общем. Вот такого цвета. Очень понравился. Его уже нет. Это была лимитка. Дальше выкидываю помаду 01. Это у нас что? Эссенс. Тоже света высылала. Но я так толком не его пользовалась, потому что она у меня сломалась. Меня тут уронили. Видите, она не выкручивается. Ну, и вообще у нее такой, конечно, цвет. Вот, даже сейчас пыталась вам, видите, на руку сделать. Вот такой. Это на любителей. Вот такие вот штучки. Видите, я пытаюсь. Она сломалась. Невозможно ей. Вот так вот только делаю. Потом надавливаешь. И все. Сломалась помада. Но ничего страшного. Оттенки 01. Как-то называется она. Я вам не скажу. Блин. Не хочешь фокусироваться? Ну, как всегда. Ну, ладно. Вот. Кажется, все. Кажется, все. Такие были пустые баночки у меня. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да, многовато. Да, Брюс? Помаши привет. Или пока. Кошка. Вот такая у нас кошечка. Кастрированная. Все. Давайте пока, девочки. Счастливо. Ну, потому что, когда я вонюю, Счастливо. Счастливо. Спасибо.